Доброго времени суток! Эфир нашего телеканала продолжает информационное обозрение о спорт. Сегодня в программе. Как нужно приобщать юное поколение к активному образу жизни, хорошо знают в баскетбольном клубе «Химик». На этой неделе прошли первые стыковые матчи за право участия в финальном раунде чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины. Стартовал второй групповой этап чемпионата страны по футболу среди любительских команд. А теперь об этих событиях авторы программы о спорт расскажут своим телезрителям более подробно. Не переключайтесь! Как нужно приобщать юное поколение к активному образу жизни в целом и спорту в частности, хорошо знают в баскетбольном клубе «Химик». Летние каникулы, а также Международный день защиты детей стали прекрасными поводами для того, чтобы познакомить учащихся одной из южненских школ с историей, нынешней инфраструктурой, а также возможностями физкультурно-спортивного комплекса «Олимп». За время, проведенное в лучшем крытом спортивном сооружении Украины, ученики южненской 4-й школы НВК имени Черновола познакомились с историей баскетбольного клуба «Химик», узнали об особенностях и секретах дворца спорта, стали участниками баскетбольной викторины, а самое главное, не просто побывали в тренировочных залах комплекса, где проходят занятия и игры главной команды «БК «Химик», а и опробовали ряд кардиотренажеров. А тот факт, что в это же время в тренажерном зале проходила тренировка по УФП у команды мужской суперлиги, еще более усилил впечатление от посещения зала. Кульминацией визита детей стали веселые старты, проведенные детским тренером клуба Владимиром Панько, которые стали отличным завершением праздника, в ходе которого каждый из участников почувствовал дух соревнований, и приобщился к большой семье баскетбольного клуба «Химик». Во время экскурсии очень сильно понравилось мне то, что «Олимп», вы рассказывали, что это как гора, то, что мы поднимаемся выше и выше. Мне сегодня понравилось абсолютно все. Я узнала много нового, много чего не видела. Я тут уже живу давно, но узнала того, что вообще не могла себе представить просто. Мне очень понравилось, спасибо. Мне было интересно побывать в тренажерном зале. Я была там в первый раз, и мне были доступны многие тренажеры. И я побывала еще на играх, где я заняла первое место. В памяти ребят надолго останется день, богатый впечатлениями, проведенный в баскетбольном клубе «Химик». По-новому узнали они спорткомплекс благодаря радушию и внимательному отношению сотрудников ФСК «Олимп», а также получили новый стимул к занятиям физической культурой и спортом. Начало нынешней недели ознаменовалось проведением первых стыковых матчей за право участия в финальном этапе детско-юношеской футбольной лиги Украины. В первой лиге на участие в финале чемпионата претендует юношеская команда футбольного клуба «Одесса» по 2000 году рождения. За путевку в финал четырех подопечный Александр Казакевича поспорит со своими сверстниками из Черкасска из Дюшор, первую встречу с которыми одесские горожане провели 9 июня на своем поле. Первая половина встречи, в которой футболисты обеих команд заметно нервничали, получилась довольно скромной на голевые моменты. По сути дела соперники лишь по одному разу нанесли прицельные удары по воротам, однако огорчить друг друга им так и не удалось. Это такое нервное впечатление, как бы скажем так. С чем это связано, как вы думаете, с жарой, с тем, что... Я думаю, что жара, конечно, сыграла свое дело. Во-первых, что эта команда опоздала на игру, то есть ребята слегка там перегорели в раздевалке. Ну, все-таки нервы вышли до такого уровня, так сказать, до стыков. Это Украина, мы еще не выходили так. Как вы думаете, ребенок осознает, что вот сейчас он проводит самый важный матч в этом сезоне? Ну, я думаю, что для них, значит, нету этих самых важных. У них любой матч самый важный. Абсолютно невзирая на то, решает он или нет, так их тренер всегда настраивает. То есть они всегда выходят рубиться за победу. Второй тайм встречи получился совершенно противоположным. Подопечные Александра Казакевича полностью взяли игру под свой контроль. И в буквальном смысле заперли соперника на его половине поля. Впрочем, несмотря на мощную поддержку болельщиков, достаточное количество голевых моментов, а главное, что ударов по воротам юных черкасских футболистов, забить гол одесситам в этот день так и не удалось. Первая встреча одесситов и черкащан так и завершилась в боевую ничью 0-0. Хочется поехать в Черкасс и выиграть там, забивать много голов. Почему сегодня не удалось хотя бы один забить в вороту соперника? Ну, они хорошо защищались. Мы пытались им забить, но не получилось. Как ты считаешь, ты и твои одноклубники осознали, что сегодня вы провели, наверное, один из самых важных матчей в этом сезоне? Ну, мы все прекрасно понимаем, что это самый важный матч в нашей карьере. Мы должны были забивать, но не забили. Соперник сильный сегодня противостоял вам? Сильный, но мы можем их пройти. Мне показалось, что во втором тайме вы полностью переиграли команду соперника. Первый тайм был плохой для нас, а во второй мы полностью их отстаковали, но не получилось забить. Тренер в раздевалке сильно ругал команду? Он вообще никого не ругал, он только нас похвалил за хороший второй тайм. Как ты считаешь, в ответ на игре наша команда способна победить? Поле будет хорошее, искусственное поле, и там будет намного легче играть, и мы способны победить. Как ты думаешь, в прошлом году старшие юноши нашего клуба выиграли первую лигу? Желание повторить успех своих старших товарищей есть у команды? У нас задача попасть в финал и там выиграть. Была нервозность, было переживание. Да, по самодаче никому вопросов нет вообще, ни к одному футболисту. Но оно и со стороны было видно, была нервозность. В простых ситуациях где-то допускали простейшие детские ошибки, поэтому оно как-то так, первый тайм, он был, скажем так, неяркий. Неяркий. Во втором тайме, где-то за счет того, что соперник начал фалить, и мы как бы начали пытаться играть в футбол, пустили мяч вниз, пытались комбинировать, где-то мы и владели этой инициативой. Я еще раз повторюсь, очень жаль, что мы как бы эту инициативу во втором тайме не воплотили хотя бы в забитый мяч, хотя бы в забитый мяч. Моменты, еще раз говорю, были, были. Поэтому для ребят, для ребят вот эта игра, это огромнейший опыт. Мы как бы на таком уровне ни разу не играли в таких играх, и они понимают ту ответственность, которая на них возлагается. И где-то, еще раз говорю, где-то все-таки в силу их возраста не смогли справиться с волнением. Несмотря на безголевой ничейный статус первого матча, шансы обеих команд на выход в финал чемпионата Украины по-прежнему расцениваются как приблизительно равными. Поэтому запасемся терпением и верой в нашу команду, которую при любых раскладах все равно необходимо завивать, что сделать ей вполне под силу. Ответный поединок соперники приведут в субботу, 13 июня, на поле Черкасской с Дюшор. Десятого июня стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу среди аматоров. А в эту стадию турнира с золотыми очками пробилось 12 коллективов, которые сформировали две подгруппы. Команды одещины, а их в чемпионате по-прежнему выступают две, оказались в подгруппе «Б», где компанию им составили команды «Колос» из Зачепиловки Харьковской области, «Таврия-Скиф» из села Раздол Запорожской области, а также «Ингулец» из Кировоградщины. Футбольный клуб «Балканы» на правах лидера группы «Б» второй этап соревнований открывали домашним поединком против коллектива «Таврия-Скиф». Отчетная встреча началась с получасовым опозданием, поскольку гости из Запорожской области попросту не успели вовремя прибыть на матч. Еще порядка 15-20 минут команды не спешили форсировать ситуацию на футбольном поле, откровенно говоря, присматриваясь друг к другу. Впрочем, к этому моменту игровой инициативой уже завладели хозяева поля, которые на 35-й минуте сумели открыть счет в матче. Капитан «Балкан» Александр Райчев подал угловой, а Богдан Саламаха нанес неотразимый удар в нижний угол ворот 1-0. Перед самым перерывом одесская команда упрочила свое преимущество. Все тут же Райчев с Вадимом Кирилловым после затяжной контаки буквально протолкнули мяч в сетку ворот команды «Таврия-Скиф». Гол записали на Кириллова, а «Балканы» ушли на перерыв в еще более приподнятом настроении 2-0. На 53-й минуте хозяева поля довели счет в игре и вовсе до неприличного. Контратака, начатая Константином Пархоменко и продолженная Вадимом Кирилловым, завершилась точным ударом Константина, который довел старания своих партнеров-одноклубников до крупных цифр на табло 3-0. Игра «Балканами» была уже сделана, и хозяева поля, откровенно говоря, попросту остановились. А вот «Таврия-Скиф», в которой терять уже было нечего, напротив инициативу перехватила и сумела вернуть интригу в матч. На 63-й минуте после подачи с правого фланга Никита Молодожан, воспользовавшись суматохой в штрафной площадке хозяев поля, один мяч отыграл 3-1. А спустя всего 8 минут Алексей Шуляк, реализовавший выход 1-1 с Алексеем Пламарчуком, сократил отставание гостей до минимума 3-2. В оставшиеся 20 минут встречи и поймавшие кураж гости попытались было спасти этот матч, но «Балканы» им этого сделать не позволили, одержав трудную победу. Практически получилось все. Я не могу сказать, что чего-то не получилось. Не получилось то, что, не имея опыта участия в таком уровне соревнованиях, мы выехали немножечко поздно, плюс немножечко была маленькая проблемка с транспортом. Мы задержались, мы опоздали, ребята размялись в ускоренном режиме, в принципе, свою задачу они выполнили, они не уронили честь и клуба. Ну, как всегда, как у нас в украинском футболе, мы все сетуем на правильность судейства. Это у нас, как всегда, хромает. Это все наяву было и сегодня. Судья немножечко потерял бразды управления матчем, и пошла откровенно немножко и грубость, и второй гол забит с положения вне игры. Ну, увы, мы гости на сегодняшний день, и мы смирились с результатом. А так, игрой, в принципе, я доволен своей командой. На сегодняшний день я четко могу сказать, это было по словам судей, которые приезжали с вашего региона, что немножечко слабее ваша группа. Я думаю, что мы окажем нормальное сопротивление дома. Мы достойно встретим во всеоружии, скажем так, наших соперников сегодня. Я хочу пожелать всем хорошего настроения, ну и всех благ. А, как я понимаю, перед вашей командой, опять-таки, будет стоять задача выхода в финал, все-таки четыре команды из шести выходят. Ну, на сегодняшний день, если мы приехали сюда, значит, у нас, конечно, задачи выхода. И я думаю, мы постараемся их добиться. Тем количеством золотых очков, с которыми команда вышла во второй раунд, вы остались довольны или все-таки где-то не набрала команда? Нет, команда получила две домашних ничьи, практически те ничьи, которые должна была получать три очка. Недоволен я, конечно, теми золотыми очками. И на сегодняшний день я понимаю, что это будет сложно. Но мы постараемся. Сейчас на этом уровне все команды довольно-таки серьезные. Вот, и поэтому эта победа вдвойне приятна. Да, как бы слаживалось вроде бы 3-0 в нашу пользу, чуть-чуть несколько ошибок. И где-то 3-2, немножко занервничали. Ну, довели до победы ее. И слава богу, три очка есть три очка. Пока продолжаем в нашей группе лидировать на первом месте. Это очень приятно. В последних четырех матчах команда забила 18 мячей. Ну, в то же самое время пропустила 8. То есть команда здорово вроде как играет на падении, но немного ли пропускает? Ну, много пропускаем. Поэтому, я думаю, будем на тренировках уделять этому компоненту больше внимания. Не только от защитников, но и, как говорится, защита начинается с нападения где-то. И защитники есть ошибки. Над этим будем работать. Поэтому, я думаю, что есть тренировочный процесс, который Андрей Викторович переедет где-то, поможет. Николаевич поможет. Я, в свою очередь, тоже где-то в этом плане. Все-таки играю тоже защитника. Поэтому, будем над этим работать. Нападение... Хорошо, что забивает больше, чем пропускаем. Поэтому и мы выигрываем. Сегодня наша команда встречалась с представителем из четвертой группы, которая заняла третье место. То есть, по сегодняшней игре я успел сложить впечатление, с кем придется играть во втором этапе чемпионата Украины. То есть, я имею в виду и Колос, который наверняка сильнее, чем Таврецкий и Ингулец. Ну, я думаю, что все команды где-то равные. И тот же Скиф обыграл Ингулец на выезде, насколько я знаю, в той группе. Значит, довольно-таки так же самая ровная группа. Эта команда показала тоже, что она очень классная. Я так, насколько понимаю, много футболистов, которые поиграли в Запорожском Металлурге. Прошли там первую лигу, премьер-лигу. Поэтому для нас это тоже... Я считаю, что это очень хороший соперник. И тем приятнее то, что мы его обыграли. Обыграв команду из Запорожской области, футбольный клуб «Балканы», набрав 11 очков, продолжили возглавлять пилотон-команд группы «Б». Следом за подопечными Дмитрия Голубева со вставанием в один бал расположился коллектив «Колос» из Харьковской области, который в этот же день на Одесском стадионе «Спартак» минимально обыграл «Жемчужину» 1-0. Именно против «Колоса» футбольному клубу «Балканы» и предстоит сыграть на выезде в следующую среду 17 июня.